На больших автобусах и наличных автомобилях в заповеднике имени Смедовича с самого утра начали стекаться люди. Дети и взрослые из разных городов и регионов приехали сюда, чтобы посетить масштабное событие – пятнистый фест. Этот гастрономический фестиваль проводится в Мордовии уже третий раз. Ежегодно он собирает представителей заповедников и национальных парков России. Фестиваль позволяет поближе познакомиться с природой республики, а также ее культурными особенностями. Задача его – показать гостям нашим всю палитру кухни, которая есть в Мордовии, в частности, в Темниковском районе. Конечно же, это концерт, конечно же, это природа, это приобщение к экологии, к экологически чистым продуктам. Это пиар, наверное, заповедника, его туристического потенциала. Фестиваль, прежде всего, носит экологический характер. Здесь поднимаются вопросы охраны окружающей среды. В современном постиндустриальном обществе эта тема имеет глобальное значение. Это очень серьезная проблема, которой нужно повседневно заниматься. Недавно я посетил Розаевку, были обращения, много проехал по России, посмотрел, что, конечно, проблема мусора – это тоже экологическая проблема. Мусор забивает везде нас. Поэтому экология – это очень важно. Что мы оставим нашим детям, как мы сами чем будем дышать, какую воду будем пить. Представители семи разных заповедников из других регионов России прибыли сюда, чтобы обменяться опытом с мордовскими коллегами. Мы уже много лет слышали про этот фестиваль гастрономический, поэтому мы привезли свои материалы, чтобы рассказать о себе и угостить гостей заповедника блюдами национальной калмыцкой кухни. Этот фестиваль очень понравился. Много людей, такая доброжелательная атмосфера, весело, приятно, открыто. В общем, все понравилось. Гости из других регионов также рассказали об особенностях своих заповедников. Каждый из них уникален по-своему. Так, Воронежский заповедник спас от полного исчезновения одно животное, которое даже стало его своеобразным символом. Нашему заповеднику в этом году 95 лет. Да, и как его открыли, и именно наш заповедник, Воронежский государственный заповедник имени Пескова, спас бобра. То есть бобров практически уничтожили, и бобровая ферма, единственная в России, в Воронежском заповеднике существует. А Волжско-Камский заповедник, который находится в Татарстане, уникален не только представителями флоры и фауны, но и в первую очередь своим природным ландшафтом. Самый старовозрастной лес на востоке Европы. И за уникальностью ландшафта там имитируется вся широтная зональность европейских лесов России. То есть побывав у нас на территории, мы можем совершить путешествие в широколистных лесах, в смешанных лесах можем побывать. Каждый заповедник также представил блюда традиционной кухни своих регионов. Программа фестиваля была крайне обширна. Помимо кулинарных здесь работало множество площадок. Это сувенирная ярмарка, площадка клуба исторической реконструкции «Стрелецкая слобода», детские площадки «Чиллаут-зона». Для гостей были доступны различные конкурсы, квесты и викторины. Для желающих научиться чему-то новому были организованы мастер-классы. Самым популярным из них стал урок от шеф-поваров из Нижнего Новгорода Максима Смирнова и Сергея Мемешкина. Его посетители научили готовить необычные авторские блюда, которые подаются в ресторанах премиум-класса. Одним из них стал свекольник с раковыми шейками и сорбетом из борща. Мороженое можно сделать из всего, из чего вы хотите. Засовываете две груши, глюкозу заливаете, пробиваете в этой штуке, все, мороженое у вас готово. То есть оно все натурально. И мы сделали мороженое из борща, почему бы нет. Кроме того, на аллее мастеров были представлены различные народные промыслы. Былающих также проводились мастер-классы и игры. Популярностью пользовался лапсибол. Игра, совмещающая в себе народные традиции и элементы современного футбола. Игра сделана на основе старинных традиций. Раньше, в какой вы ходили, в лаптях, в той же, так сказать, и играли. То есть и повседневного, и в спортивной тогда не было разделения. И, соответственно, мячик из того, что есть. То есть кто-то из пузыря, из бычьего, кто-то из коры, из ветоши делали. Ну, так играли. И сейчас вот возрождая, так и продолжает традиции. Особой популярностью пользовалась тропа предков. Посетители смогли прогуляться по заповедным местам и насладиться видами озера со смотровой площадки. На сцене фестиваля выступали различные творческие коллективы и музыкальные группы. Все гости поучаствовали в большой лотерее с призами от Мордовского заповедника. Всего пятнистый фест собрал около трех тысяч посетителей. Ирина Семенова, Станислав Семин. Народные новости.